Семь баллов сейчас. Ночью будет десять. Уже все будет намного серьезнее. Мы сейчас прикрываемся еще берегом. Но тем не менее волна все равно высокая. Периодически накатывается. Если внимательно посмотреть на море, то видно, что оно все пенится. Барашки так называемые на гребнях волн. Это первый признак, что погода идет на ухудшение. Если их становится меньше, значит погода скорее всего будет немножко улучшаться. Даже прогноз смотреть нет необходимости. В данное время так понятно, что все плохо. Полтора дня у нас уже нет интернета. Мы начинаем смотреть активно нафтекс. Сейчас я вам позже покажу, как это делается. На нафтекс приходят у нас прогнозы постоянно, каждый день на разные районы. Плохо видно, конечно. Вот последнее сообщение. Читаем вот районы. Гейл, Ворнинг, Сандэй. Восьмое декабря на 10 утра по UTC. Нам нужны два района, которые более будут, конечно, ущерба нашему судну приносить. Это Лунди и Фастнет. Распечатал я такую табличку, заламинировал. Не очень качественно получилось, конечно. Вот эти все районы. Мы сейчас где-то здесь будем выходить. Вот здесь уже поворачивать. Здесь начнется нас болтать не по-детски. Как раз вот 10 баллов. Ну, обещают, что, возможно, до 8 снизится, но, не знаю, это как бы тоже под вопросом. Учитывая, что мы сейчас вот прикрываемся берегем, да, ветер у нас с северо-запад. Но, тем не менее, все равно она очень высокая. Это не особо спасает. Вот. Соответственно, вот районы, да. Давайте найдем 24-25-й. Вот смотрим. Фастнет и Лунди. Вот, которые я вам сейчас показывал на нафтексе. Все. Прогноз мы узнали. Опять же, на сегодня, да, завтра может быть хуже. Вот. И тут надо принимать решение, допустим, у нас вообще маршрут лежал через систему разделения. То есть напрямую шли, да. В итоге там старком... Когда мастер пришел менять старкома, соответственно, они все-таки решили, что надо к берегу прижиматься. Чиф убедил его в этом. Ну что, у нас такой капитан достаточно экстремальный человек. Вот. Сказал, что мы не можем вообще стоять. Нам надо быстрее-быстрее. Стоять почему? Потому что, ну, суваться в Атлантику, в десятибальный шторм, это не имеет никакого смысла. Потому что ты простоишь там три дня, может, неделю даже простоять. А то, особенно в Бискайский залив идет. Так вообще, я молчу. То есть мы ночью проходили там, сюда стояли, допустим, в этом районе. Тоже там по выходу, да, из Ла-Манша. То есть они ожидали погоду. У них плавно там идти на Турцию, соответственно, через Бискай. Они даже не думают туда суваться. Потому что знающие капитаны, я на своем опыте помню, да, мы реально ожидали на якорной стоянке. На суда больше, чем вот это. И только потом, соответственно, уже шли в порт назначения. Просто надо уметь, как бы, во-первых, понять это. И, во-вторых, убедить компанию, да, ну и всех остальных в том, что есть смысл подождать. Потому что, во-первых, пароход ломает от этих волн, да, постоянно. Рейлинги. Ну, у нас, допустим, экскаватор может также пострадать. Волна захлёстывала, ударяла, допустим, у него, да, он. Хотя он и стоит закреплен вот на пинах. Вот пин здесь, да. Соответственно, здесь тоже пин. Вот, они большие, толстые. Но при хорошем ударе волны это может лопнуть. Цепь ее, да, вообще не проблема для моря. И, соответственно, ну... Лучше будет просто, как бы, ремонт серьезный такой, да, там. Сварочные работы. Худше можно вообще экскаватор потерять. Это легко и просто. Поэтому, бывало, даже говорю, на шлюпочной палубе заминало риску бот. Вот, дребезги вообще. У кого-то вообще их выносило просто скрепление. Теряли, в общем, шлюпки. Плоты также ломает. Вот. Другие спасатели, которые у нас там на баке есть, но они еще пока держатся. Мы их не выкидываем. Ой, не выкидываем. Не убираем под полубак. Все-таки все равно спасательное оборудование, оно должно быть на своих местах. Некоторые капитаны любят и плоты, знаете, там, с панцетами закрепить. Вот. Но когда настанет момент, когда ты хоть захочешь ими воспользоваться, ты можешь попасть в очень неприятную ситуацию. Поэтому все должно быть в готовности, в бою, так скажем. Также погоду мы мочим груз, который у нас в воде вообще боится мрачно, где мы 6 дней грузились в Выборге и не могли никак начать 4 дня. Потом все-таки погода улучшилась. Тем не менее, у нас крышки обычные, да, понтоны, которые мы гэнтри-краном переставляем. Это... Они стоят, в общем, в позициях, да, все хорошо, но когда волна ударяет, они двигаются, да, в любом случае, соответственно, появляются какие-то небольшие щели, где-то есть достаточно большие, так скажем, пробоины, да, между резинами. Вот. На стыках, в общем, в основном, между крышками, там и проходят утечки, соответственно, подмачивается груз и возникают потом вопросы. Хорошо, когда воды еще немного, там один процент от погруженного груза, в принципе, это считается как бы в пределах нормы. Вот. А когда подмочишь ты уже больше, чем один процент, то там уже будут писать бумаги, соответственно, грузополучателям. Груз был привезен подмоченным, т.д. и т.п. Соответственно, по этому поводу с топом уже разговаривался, когда нужно сбавляться, мы все равно идем полным ходом, фактически 80 процентов из 100. Но скорость у нас, ну, 5,5-5,6. Ну, падает до 4,5. Но это, как бы, за счет того, что мы к берегу сейчас начали прижиматься, ночью было вообще 3 узла. Поэтому думайте, да, на будущее, там будет капитаник когда-то, все равно, стоит ли лишний раз ссуваться в 10-ти бальный, тем более в 12-ти бальный шторм, это вообще уже супер экстрим. Лучше переждать. Однозначно. Опытные моряки только так и поступают. Но, к сожалению, у нас судно состоит не совсем из таких. Есть ребята, которые не понимают. Но мы с топом ничего поделать не можем с этим делом. Поэтому остается только наблюдать за происходящим. В любом случае, ответственность основная это не на нас. Судовладелец сказал идти, капитан сказал идти, и мы идем. У нас заканчивается вода, которая стала всего там 8 тонн. Прошлый контракт вообще они заканчивали, чтобы хотя бы умываться там, знаете, чтобы работало хотя бы немножко. Что-то. Вот. Заканчивали воду прямо морскую. Там капитан чистил зубы, говорил, что вода соленая. Мы ему говорили, не знаю, не знаем, капитан. Тебе, наверное, показалось. На следующий день он приходил, говорил, что соленая вода-то. В натуре ведь соленая. Ну, тогда тоже ему отвечали самое. И в итоге так он и чистил зубы соленую воду, и не понял прикола. В общем, жизнь не научила. Сейчас мы опять останемся без воды. и будем мучиться. Также провизия заканчивается. Опять же, не позаботились, да, заранее заказать. Все думали, проскочим быстро, а в итоге получается, что? Не получается. То есть, последний раз провизию получали 1 ноября. Сегодня у нас уже 8-ое. Мы должны были еще получить ее как минимум неделю назад. Можно сделать выводы, что если работал ты, допустим, на рыбацком суде, то ты продолжай работать. Там-то всегда как бы будет что и поесть, и попить. А по крайней мере есть возможность у других судов как-то, да, что-то может взять и они там крутятся друг с другом. Снабжают их, сюда приходят. Рыба в море навалом. А здесь как бы так, здесь надо заранее уже заботиться обо всем. Тем более, когда мы привыкли по 2 дня ходить, а тут бах, и короче, такая ситуация, да, задержка внезапная. Вроде бы как бы и не планировалась она. Ну вот так вот получается. Ну да ладно, не будем о грустном. Контракт в любом случае у нас заканчивается уже и торопятся все. Стармех, Айби, ну и я соответственно. Хотели меняться где-то числа 15-го, но сейчас уже, судя по всему, до Германии, через Ирландию мы еще долго не дойдем. В лучшем случае 20-го числа. Как-то так. В общем, будет шторм, запишу отдельное видео, покажу вам 10-ти балльное. Давно я, кстати говоря, не попадал именно в такую погоду. Лучше, конечно, в нее и не попадать. Обычно говорю, переожидают. Вот. Ну, появилась возможность. Ну, судьба такая, что делать. Пойдем. Все, всем пока.